Ульяновск Первым делом законопроекты, а каникулы потом. Депутаты областного парламента провели последнее в уходящем году заседание на повестке в основном социальный вопрос. Интеллектуальная элита и будущее региона. Опорный ВУЗ делится успехами и намечает планы. В студии ректор УЛГУ Борис Костишко. Начнем выпуск с обзора важных событий, которые состоялись в нашей области в этом году. Ориентироваться буду на цитату Владимира Путина из недавней пресс-конференции. В частности, президент сказал. Что касается роста экономики, она все-таки растет. Это очевидный факт. Здесь никаких приписок нет. У нас рост ВВП 1,6%. Рост промышленного производства тоже 1,6%. При этом очень хорошие темпы роста демонстрирует автопром, химическая промышленность, фармацевтика. Это сельское хозяйство, конечно. И пример Ульяновска наглядно это демонстрирует. Итак, Ульяновская область в 2017 году вошла в десятку лучших регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства. Работа в данном направлении ведется с 2006 года. Например, в результате партнерства с компанией «Фрезениус» первый в регионе диализный центр был введен в эксплуатацию в декабре 2007. Сейчас в области уже три таких. Ульяновская область вошла также в топ-20 регионов России по уровню содействия, развитию конкуренции и подтвердила звание лучшего субъекта по внедрению оценки регулирующего воздействия. Ульяновский автозавод в этом году поразил российский рынок перспективной грузовой моделью под названием «Профи». Экспериментальный автомобиль с гибридной силовой установкой был разработан специалистами научно-технического центра завода при поддержке государственного научного центра «Нами». Испытание новой уникальной машины планируется в 2019 году. Одновременно с этим в Ульяновской области началось производство и тяжелых грузовиков «Исузу». На декабрьской пресс-конференции Владимир Путин отметил, что необходимо переходить на цифровую экономику, развивать технологии, расширять штат программистов. И в этом плане Ульяновск добился отличных результатов в 2017 году. Ульяновский наноцентр «Улнанотех» вошел в список лидеров технопарков России. Он сфокусирован в настоящий момент на двух видах деятельности, которые дадут значительный промышленный прирост. Первое – это развитие бизнес-компаний-резидентов. Второе – создание коопераций с крупными индустриальными лидерами, часть из которых расположена вокруг наноцентра. А с другими ведутся совместные проекты. Например, Институт арктических технологий МФТИ «Ульяновский наноцентр» разработает ветротурбину для Арктики. Планируется, что проект будет реализован в течение двух-трех лет. В рамках документа также предусмотрено привлечение сотрудников МФТИ к образовательному процессу, совместной кафедрой наноцентра и Ульяновского государственного технического университета, которая называется «Технология ветроэнергетики». В Димитровграде в 2017 году состоялся технический запуск протонного ускорителя Федерального высокотехнологического центра медицинской радиологии. Первых пациентов он примет уже в будущем, в 2018 году. Минздравом Ульяновской области в этом году запущен уникальный для российской системы здравоохранения проект повышения энергоэффективности с применением солнечных батарей. Пилотным учреждением стала Ульяновская районная больница. На крышах трех корпусов учреждение установлено по 100 солнечных панелей и по одному солнечному коллектору. Этот энергосберегающий комплекс позволяет экономить около 5,5 миллионов рублей в год. Сэкономленные средства направят на повышение заработной платы медперсонала. Тем самым эффективно выполняем майские указы президента России. Вводится в эксплуатацию перинатальный центр федерального значения, который станет одним из самых крупных и современных в Поволжье. С 2017 года реализуется совместный проект с китайскими партнерами. Планируется производство медоборудования для МРТ, флюорографов, мамографов, аппаратов УЗИ. Уже запланировано строительство первого таков завода. В этом году мы по праву гордимся высокими достижениями по итогам уборочной кампании. Ульяновские аграрии намолотили более полутора миллионов тонн зерна, тем самым превысив свою потребность практически в два раза. Этот урожай наивысший за последние 20 лет. В 2017 году Ульяновск впервые отпраздновал День дружбы народов. И для нас это крайне важно. В области проживает свыше ста народов и каждому уделяют максимальное внимание. В 2017 продолжилось активное восстановление храмов и монастырей, финальной стадии реконструкции церкви в Преслонихе и открыт общими силами Спасский женский монастырь. Также в этом году в Ульяновской области проведены несколько крупных спортивных мероприятий, среди которых первый международный фестиваль национальных видов спорта стран СНГ. Его участниками стали около 500 спортсменов, а 10 стран Содружества. А еще наш регион посетили первые лица государства в этом году – Дмитрий Медведев и Владимир Путин. На этой неделе областные депутаты провели последнее в этом году заседание. В стенах парламента шла кропотливая, плодотворная, кипящая работа. И в частности они утвердили семейный капитал и предложили новую систему избрания глав муниципальных образований. Давайте посмотрим, как проходило это заседание. После аккордов российского гимна слово берет глава регионального парламента. Это последнее заседание календарного года. Депутаты подводят итоги непростой и напряженной работы. Позади 15 заседаний и 168 принятых законопроектов. Главное достижение, конечно, профицитный бюджет. За крупными цифрами прежде всего зарплаты и социальная помощь жителям региона. У нас нет ни законов, которые не нужны. Есть законы, которые не работают в полную меру. Вот о них тоже сегодня буду говорить. Это законы о тишине, это законы о том, когда у нас ставят машины на газонах. Вот это беспокоит людей, это не работает. Вот это вот важный момент. Во втором чтении депутаты поддерживают изменения в именном капитале семья. На поддержку семьи с детьми в следующем году из областного бюджета дополнительно выделят около 87 миллионов рублей. Изменится размер компенсации. В частности, родителям вернут не четверть, а половину затрат, использованных в интересах ребенка. Но главное, средствами капитала семьи смогут погасить жилищные кредиты и займы. Причем сразу после получения сертификата. Далее в рабочей повестке изменения системы избрания глав муниципальных образований. Депутаты внесли на рассмотрение блок соответствующих законов. Речь идет о трех городских округах. Это областной центр, Димитровград и Новоульяновск. В новом законе предлагают исключить из структуры главу администрации муниципального образования, что ускорит процесс принятия решений. Суть предложения в том, что мы считаем, что глав муниципальных образований нужно усилить полномочиями. Сделать их полноценными с точки зрения ответственными не только с политической точки зрения за все, что делается на территории, но и с хозяйственной точки зрения. Предлагаем депутатам после принятия областного закона местного уровня главу администрации как структурную единицу исключить. Функции главы администрации будет исполнять глава городского округа. На первом этапе кандидатов на этот пост рассмотрит конкурсная комиссия. Итоговое решение примут на городском совете. Кроме того, на заседании обсудили самые острые вопросы пассажирских перевозок, а также проекты государственной поддержки благотворительной деятельности в регионе. До выборов президента России три месяца. На этой неделе было опубликовано соответствующее решение Совета Федерации, однако избирательные комиссии уже начали подготовительную работу. Отличительной чертой этой кампании станет участие наблюдателей не только от штабов кандидатов и политических партий, но и общественных палат федерального и регионального уровней. Кроме того, впервые россияне смогут голосовать по месту своего нахождения. Достаточно обратиться в МФЦ по месту нахождения в период с 31 января по 12 марта. И это удобно. Например, студентам, которые обучаются в других регионах, или гражданам, которые находятся в длительной командировке. Сейчас комиссии, могу сказать, заняты тем, что мы сейчас очень внимательно работаем с нашими избирателями в плане уточнения сведений об избирателях, в плане чистоты списков, потому что это очень важно. Органы местного самоправления, органы государственной власти готовы помогать нам по всем направлениям этой работы, связанных с информированием. Я думаю, что мы достойно подойдем к дате голосования. В населенных пунктах нашей области уже появились специальные баннеры, напоминающие о дате выборов президента. В Ульяновском регионе откроют 982 избирательных участка. Еще 7 дополнительных появятся в местах временного пребывания граждан, в воинских частях и больницах. Насыщенным был год и у опорного вуза Ульяновская. Университет развивается, участвует в разных инновационных проектах, побеждает в конкурсах. В преддверии Нового года у нас в студии побывал ректор Ульяновского госуниверситета Борис Костишко и рассказал об успехах вуза и поделился планами на следующий год. Во-первых, много проектов мы завершили, многие проектов начали. К примеру, мы начали делать целую линейку роботов для Росатома. Мы начали вместе с правительством Ульяновской области синтез фармпрепаратов, это для ядерной медицины. А вот самые глобальные, если говорить о таких очень крупных достижениях, это как раз получение статуса опорного университета. Всего 33 вуза в России таким статусом обладают. И вот, наверное, фишка последнего года – это идея правительства России выделить ведущие вузы в особый кластер, в особую такую категорию. Конкурс называется «Вузы как центры притяжения инноваций». Ну, несколько раз менялось название. И вот сейчас, буквально неделю назад, 14 декабря, подводились итоги этого конкурса. И был конкурс, который проводился среди 120 университетов России, среди ведущих университетов, потому что так полторы тысячи. И там участвовали и федеральные университеты, и национальные исследовательские, и опорные университеты. Так вот, победителем призвано всего 51 университет, в том числе и мы. Опорный вуз звучит пафосно, если честно, но вы это всегда подчеркиваете. Я так понимаю, что в этом кроется какая-то более глубокая истина. Ну, опорный университет, в общем-то, в названии уже... Опорный кого? Опорный региона. 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 Понимаете, он так и называется, АРУ, вообще говоря, если аббревиатуру прочитать. Опорный региональный университет. Но Минобра сейчас даже отказывается от буквы Р, то есть от регионального, говорит, опорные университеты. Но это предполагается, что примерно в среднем по одному университету на регион, на область. Получается, где-то в дальнем плане, до 2021-2025 года, их будет 80 штук. Вот пока 33. Борис Михайлович, у вас минута поздравить своих коллег-студентов с наступающим Новым годом. Ребят, я желаю вам замечательно провести студенческие годы. Это веселое, самое веселое время. Но не забывайте, что это время учебы. И этот возраст самый оптимальный для обучения. Дальше будет все тяжелее и тяжелее. Поэтому вот у нас в университете есть такой лозунг. Учитель только открывает ученику дверь. А вот в дверь ученик должен зайти сам. Уважаемым коллегам, я хотел пожелать... Я хочу подчеркнуть, что в университетах работают очень талантливые люди. Потому что быть хорошим преподавателем и ученым – это действительно талант в квадрате. Поэтому я хочу пожелать вам, во-первых, морального и материального удовлетворения от своей работы. И умных, активных, трудолюбивых учеников. Так, чтобы они нас с вами перерастали, чтобы нам было кем гордиться. И в продолжение темы. На базе автомеханического техникума УЛГУ открылась молодежная автоакадемия. Первым слушателям показали, как устроен автомобиль. И преподали виртуальный урок вождения. Мастер-класс по специальности «Автомеханик» собрал учащихся разных школ. Ребят соединило желание войти в профессию. В автомеханическом техникуме открылась молодежная автоакадемия УЛГУ. Система молодежных и детских академий в Ульяновской области создается по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова. Здесь будет два направления – автопрофи и автомеханик. Мальчишки просто вот в очередь стояли, глаза горят. Они, так сказать, хотят заниматься этим делом. Школьникам это очень интересно. Вокруг преподаватели – будущие слушатели, школьники. Многие из них с профессией уже определились. Я автомобилями увлекаюсь, и тут вот как раз есть такая возможность узнать, что для себя. Я бы, наверное, в будущем поступил всегда в эту технику. Автоакадемия УЛГУ в автомеханическом техникуме открывается в рамках воспитания опорным вузом квалифицированных рабочих кадров. Идея эта связана еще и с тем, чтобы со школьной скамьи ребятам в нашем регионе открывалось больше возможностей понимать, к чему сердце и руки ближе. Это образовательный уровень, который позволит им глубже понять устройство автомобиля. Это дорожная безопасность, это эксплуатация автомобиля. Автоакадемия, прежде всего, это наши будущие студенты. В день открытия молодежной автоакадемии в техникуме на Свияге первым ее слушателям вручили удостоверение, которое дает возможность школьникам в стенах техникума получать их первое профессиональное образование. Насыщенным в плане работы был год у городской администрации Ульяновска. Благоустройство территории, ремонт дорог, устранение последствий стихии. А капризов природы было немало в 2017 году. Ну и, конечно, праздники. Расскажу вкратце в календарном порядке. Итак, январь. По традиции в начале года подводятся итоги предыдущего. В Ульяновске оценивали эффективность проектов, на которые были затрачены бюджетные средства. А каждой копейке представители профильных структур администрации отчитали с депутатом городской думы. Февраль. Засвиярский район назван самым спортивным. Впервые здесь прошла народная лыжная эстафета. Жители многоквартирных домов объединились в команды. За первые места детские площадки. Их поставили уже в мае. Март. Ульяновск просыпался после долгой зимы. Благоустройство города контролировалось на самом высоком уровне. Заделывались мелкие дыры в асфальте. Наводился порядок во дворах. Два раза в день оперативные штабы. Апрель. Уставу города Ульяновска 20 лет исполнилось. Накопленной практикой представители муниципалитета поделились с другими образованиями Ульяновской области. В городе прошел совет региональных и местных властей. Май. 72-ю годовщину победы. Жители города отметили в едином строю. Впервые акция «Бессмертный полк» собрала небывалое количество участников. В июне ульяновские школы проводили детей на каникулы. А сами начали ремонтные отделочные работы по подготовке к 1 сентября. В регионе в 13-й раз прошла акция «Помоги собраться в школу» по оказанию помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Как всегда, июнь выдался зрелищным. 12-го числа Ульяновск вместе со всей страной отмечал День России, а в конце месяца прошли выпускные вечера. В июле на город обрушился страшный ураган. Часть дорог ушла под воду, пострадали линии электропередач, были затоплены дворы жителей. Оперативно под руководством губернатора был сформирован штаб, который держал руку на пульсе по решению каждого вопроса. К привычной жизни город вернулся только на следующий день. А вот на устроение не всех последствий потребовался почти месяц. Август. Пока ульяновцы загорают на пляжах, ремонт дорог и ремонт дворов идет небывалыми темпами. Надо наращивать сроки, сдвинутые из-за погодных условий. Впервые в Ульяновске реализуется приоритетный проект «Комфортная городская среда». Руководство города проводит обсуждения с жителями ремонтируемых домов по каждому проблемному вопросу. Сентябрь. Ульяновску 369 лет, а точнее Симбирску. Открылся «Современник» и новый детский сад в Дальнем Засвияжье. В этом же месяце наш город с визитом посетил Владимир Путин, где провел заседание Госсовета по развитию транспортной инфраструктуры. Октябрь стал знаменательным для всего педагогического сообщества региона. Учитель русского языка и литературы Анастасия Менгачева вошла в пятерку лучших педагогов России. С победой на конкурсе ее поздравил губернатор Сергей Морозов. А в это время в Ульяновске определяли лучшего молодого учителя. Участниками городского конкурса «Педагогический дебют» стали 33 человека. Победила Анастасия Анчикова, учитель русского языка и литературы седьмой школы. Ноябрь проходил в бурном обсуждении проекта городского бюджета. Главный финансовый документ широко обсуждался на различных площадках. 8 ноября проект бюджета был поддержан жителями на публичных слушаниях. На заседаниях профильных комитетов городской думы депутаты вносили свои коррективы. 29 ноября со всеми замечаниями и предложениями проект бюджета был утвержден городской думы. Декабрь. Зима по расписанию. С 1 декабря Ульяновск попал под снегопад. Снегоуборочная техника на улицах и во дворах работала в усиленном режиме. Контроль через систему ГЛОНАСС. Новогоднее оформление Ульяновска радует жителей. А с первых дней декабря улицы, площади и скверы города украшаются световыми фигурами и гирляндами. А 5 декабря на площади Ленина установили главную новогоднюю елку. В Ульяновской области создается служба координации экстренных оперативных служб. Система 112 уже начала работу в тестовом режиме. В ее офисе побывал губернатор Сергей Морозов. Главе региона пояснили, что в службе будут посменно работать 25 человек. А звонки на номер 112 будут доступны в круглосуточном режиме. Раз у нас где-то месяца три есть на некую такой тестовую постепенную включенность, давайте еще раз с ним позанимаемся. Потому что еще надо человека успокоить, чтобы он там, не дай бог, какую-то глупость не совершил. Да ну и вообще в целом, так сказать, было спокойно. Раз он дозвонил сюда, то мы его точно и спасем, и поможем. Сотрудницы, которые отвечают на звонки по телефону, уже прошли обучение. А в ближайшие месяцы будут совершенствовать свое мастерство. В идеале в течение нескольких секунд они должны понять, что произошло, и направить по указанному адресу нужные службы быстрого реагирования. Скорую помощь пожарных, спасателей, газовиков, полицию или сразу всех. Например, случилось дорожно-транспортное происшествие с разливом бензина, с пострадавшими. Здесь необходимо оператору заполнить карточку, не, еще раз повторяю, прекращая разговаривать со звонившим, заполняет карточку, так называемую унифицированную карточку информационного обмена и отправляет в несколько служб экстренного реагирования. В апреле будущего года система должна работать в областном центре и позже охватит уже весь регион. Итоги года подвели и в областном военном комиссариате. Две призывных кампании прошли без проблем и в соответствии с планом. Об этом рассказал военный комиссар области Петр Брыкин. Ну, итоги призывной кампании осень 2017 года подводить еще рано, потому что призывные мероприятия у нас будут идти до 30 декабря. Но все, что касается выполнения тех задач, которые поставлены командующими войсками округа, начальниками организационного управления, уже предварительно можно подвести. Значит, на призывные мероприятия в Ульяновской области привлекалось и прошли около 6 тысяч призывников. Из них 1027 на сегодняшний день отправлены вооруженные силы Российской Федерации. 55 кампаний укомплектованы качественно в полном составе. Ушли служить во все вооруженные силы Российской Федерации. Плюс к этому вне наряда мы осенью 2017 года по желанию самих же призывников отправили 127 человек. Это ребята, которые закончили, имеют высшее образование и среднеотехническое образование, изъявили желание служить по контракту, отправили служить по контракту на 2 года. Они в плановые задания в наряд на попризов у нас на сегодняшний день не входят. Они идут по кадровой линии, по управлению кадров. Все, что касается медицинского свидетельства и степень годности в осеннюю кампанию, на сегодняшний день она составляет 74,4. Это где-то, если взять по российским показателям, на 1-1,5% выше таких средних показателей. А так, в общем-то, нам дополнительно еще по, так сказать, ну не по просьбе, а по приказу командующих войсками округа 50 человек добавили к плановому заданию. Эти ребята, 50 человек, мы по ним сейчас работаем, пойдут служить в наш учебный центр 623-й МРУЦ. Это связь с которой? Да, это связь. На контракт охотно идут к вам? Ну вот, знаете, в этой призывной кампании осенней для нас тоже это определенные проблемы были, потому что практически выполнение планового задания, кампания-то была сложная, мы шли практически один в один, но тем не менее мы, в общем-то, учли желание призывников при всей нашей сложности призывных мероприятий, мы все-таки нашли такие варианты, все-таки желание ребят исполнили, выполнили, 127 человек отправили на контракт. Как вы взаимодействуете с Советом ветеранов, с областным, с городским, с патриотическими и молодежными движениями? Самое тесное взаимодействие, значит, у нас работает комиссия, есть и по муниципальным образованиям, это вот как раз те представители, которые входят в Совет ветеранов и агитируют ребят, и вот уже эта работа началась, агитация проходит до поступления, или в плане подготовки поступления ребят в высшие военно-учебные заведения. Какие планы на следующую кампанию 2018 года? Мы уже начали работу, работа уже эта началась, сейчас в полном объеме идет, приступили к первоначальной подготовке граждан на воинский учет, сейчас уже начали проводить ревизии картотек в военных комиссариатах, значит, сейчас уже приступили к агитации и ориентированию ребят, те, которые желают поступать или уже проявили желание поступать в военные академии, военные училища, институты, мы тоже их, в общем-то, агитируем, доводим им те требования, которые предъявляются к тому или иному вузу, ну, оказываемся одессе и в помощь такую информационную, чтобы ребята уже знали, что им нужно по прибытию в военные учебные заведения, какие испытания они должны там пройти, поэтому вот эта работа на сегодняшний день продолжается. Ваше пожелание призывникам, которые отправятся на следующий год служить? Пожелаем всем призывникам и тем ребятам, которые призвались, родители, которые отправили призывников, чтобы не переживали, все будет у них нормально на службе, поэтому пожелаем им терпения, удачи и всем вернуться домой. С наступающим Новым годом! Если Санта-Клаус спускается по печной трубе, то ульяновские Деды Морозов штурмуют стены. Городские альпинисты подарили пациентам детско-областной клинической больницы сказку, внезапно появившись в окнах стационара в костюмах Дедов Морозов. Больничный режим нарушен, все пациенты забыли про тихий час и буквально прилипли к окнам. Кто-то громко радуется, кто-то просто смотрит, раскрыв рот. Кто-то переживает, как бы Деда Мороза не упали, ведь они спускаются то ли с крыши, то ли прямо с неба. Подготовка была серьезной. Участники акции тщательно подбирали реквизит, следили, чтобы полы шуб не попали в снаряжение, оценивали высоту. У нас несколько организаций нашего города. Это альпинисты профессиональные, это туристы, которые занимаются выездом в горы. И вот мы собрались и все вместе решили устроить этот маленький праздник. Последние инструкции и в путь. Помахал, постучал, поиграл там с детишками. Ну, в принципе, все. Вопросы есть, кого чего? Нет? Ну тогда голову погнали. Момент старта, весь двор в напряжении. И только по привычке достают телефоны, чтобы зафиксировать нестандартное поздравление. Лихие Деды Морозы шаг за шагом спускаются к окнам, где их давно ждут. И все не зря. Дети так очень оживились. Сразу очень много вопросов. Как этот Дед Мороз туда попал? Как он приземлился? А на оленях на каких? Почему оленей не видно? И так далее. Было очень интересно, как Дед Мороз спускался. Он себе хорошие подарки подарил. Все, по-моему, просто супер. Все ждали так долго. Все ждали. Первый раз увидела Деда Мороза с крыши спускальщика. После спуска сказочные гости прошлись по палатам, поздравили детей, подарили сладкие подарки и, конечно, внимательно выслушали каждое выученное стихотворение. Я в детстве сам тоже много по больницам лежал, поэтому как бы прекрасно понимаю, что это такое в праздничные дни. Быть не дома с друзьями там и родными, а в больнице. Мы чрезвычайно благодарны всем, кто организовал этот праздник для наших детей. И будем рады, в принципе, если этот закрепится и будет, как традиция, на все новогодние праздники поздравлять детей именно в лечебных учреждениях. Идея этой акции возникла в благотворительном фонде «Дари добро». Неравнодушные поддержали. Я очень рада, что многие люди откликнулись. У нас целых 10 промышленных альпинистов, которые сегодня работали абсолютно бесплатно. Нам со всего города люди привозили сладкие подарки, игрушки. Впереди еще неделя предновогодних добрых дел. И сотрудники фонда предлагают горожанам присоединиться к сотворению чудес. А также ждут от ульяновцев инициатив. Самые лучшие обещают поддержать. Татарская национально-культурная автономия работает в области уже 20 лет. Это событие ульяновские татары отметили в Большом зале Ленинского мемориала. Участники встречи посмотрели фильмы, послушали отзывы коллег из других национальных центров и представителей областной администрации. В области у нас 67 татарских сел. Во всех школах, где есть татары, компактно проживают татары, идет изучение татарского языка. Поэтому мы горды, что мы планку не снижаем, а наоборот повышаем. Для этого нам здорово помогает правительство Ульяновской области и Министерство образования в частности. Работа кружков, клубов, постоянные концерты. Центр татарской культуры развивает свою деятельность. По данным последней переписи, в нашем регионе проживают 150 тысяч татар. Среди них люди культуры, науки, бизнеса и власти. И самые активные из них на юбилейной встрече. Среди приглашенных также гости из Пензенской и Самарской областей, Мордовии, Чувашии и Татарстана. Есть чем гордиться, но и в то же время есть чем делиться. Потому что опыт работы татар в Ульяновской области колоссальный. И во многих случаях является примером для многих регионов России. И самая главная наша задача, это, конечно, сохранение языка, сохранение обычаев, традиций, единения как татарского народа. Вот здесь все это делается. И в районах, и в городах, и в целом в области. Также гость из республики заметил, что в августе этого года на съезде Всемирного конгресса татар в президиум национального совета были выбраны двое представителей Ульяновской области. А это очередной большой прорыв в добрососедских отношениях. В преддверии Нового года в Ленинском мемориале прошел губернаторский бал. Красивые пары, сжигательная музыка, торжественная атмосфера. Любе Фомичевой посчастливилось побывать на балу, но, увы, не до конца. Все как в истории Золушки. В вихре танца закружились. Традиционный губернаторский бал в этом году посвящен 75-летию Ульяновской области. Главная концепция праздника времена года. Вечно для меня это как очутиться в какую-то сказку и хотя бы раз в году почувствовать себя принцессой. Бачата, сальса, медленный вальс, танцевать пары учились неделю, по 4 часа в день. Девушки тщательно продумывали образ. На балу у каждой хочется быть самой красивой. Участвую я уже не первый год, то есть это третий год. Каждые года у меня были в основном нежные платья. В этом году я решила экспериментировать и хотела придать себе образ именно какой-то мадам. Яркий, очень экстравагантный. Если девушки над имиджем работали всерьез и долго, то кавалеры к делу, то есть к балу, отнеслись по-гусарски лихо. Как всегда история, это с утра съездить за костюмом, как сегодня за фраком, съездить, отпарить его, потому что это делать самостоятельно, а не спутница делает, которая работала. Вот, отпарить его, соответственно, притёсочку хотя бы какую-то уложить сделать, необыденную. Ну, соответственно, съездить обязательно за дамой, её забрать сюда и приехать на бал. Попасть сюда достаточно трудно. И, конечно, это одно из главных событий молодёжного года, на котором мы подводим итоги. Сюда попадают те, кто в течение года потрудился. Отлично потрудившихся губернатор Ульяновской области наградил благодарственными письмами и грамотами. На этом всё. Вы смотрели итоговую программу «Вести Ульяновск». Последнюю в этом году. Всем хороших праздников, с Рождеством, с Новым годом, с наступающим. И католиков, которые завтра уже начнут рождественскую неделю, тоже с праздником. До свидания.